Светочка, здравствуйте, друзья. Светочка, куда мы попали, зачем мы тут вообще, что происходит? У нас получилось сегодня, что мы только завтракали, и я думала, что там будет какой-то фуршет на этом шоу, и мы не поели. Сейчас немножко голодали, хотя сейчас уже поздно, мы так поздно никогда не едим. 9 часов. Вот, и по дороге в гараж за машиной, мы вдруг уверены, что это китайское запекало. Мы все в французском, нам на медлении у них вот такие вкусные торты. Нет, покажи, какие у них красота. Да, вы не подумайте, что мы вот это сейчас будем кушать, нет. Но вообще это очень красиво, и мы так зашли. А так вообще много нормальной еды тоже. Друзья, хоть забегаловка была и абсолютно китайская, но у них в меню был борщ. Я сказал, что борщ, пусть будет борщ. Вот принесли такую большую тарелку, сейчас попробуем. Конечно, этот суп на борщ мало походит, потому что у меня просто нет свеклы. Он, очевидно, на красный цвет, имеет от томатов, я так думаю. Ну, а как он на вкус-то? Я скажу тебе так примерно. Вот представь себе, что ты ешь чикен в кисло-сладском соусе в китайском ресторане. Да. Вот если кисло-сладкий соус отдельно слить, то получится вот этот борщ. Ну вот, видишь, но во всяком случае, тем не менее, он называется борщ. Друзья, это имеет к борщу примерно такое же отношение, как император Франции, как к торту Наполеон. Да. Ну вот, зато быстро бодрали, потому что мы голодные, не хотим долго ждать. Конечно, друзья, я не знаю, с точки зрения дружбы народов, вообще, будут ли китайцы относиться к России хорошо, если вот им такой суп. Хотя, может быть, и китайский вкус, это хороший борщ. Ну, я решила не рисковать и заказала в Антон суп. Я совершил ошибку, надо было тоже брать в Антон. В Антон, как бы не ошибешься, он китайский, мы знаем, что ожидать. Потому что борщ, конечно... Если вы ни в Украине, ни в России, не берите борщ. То есть там, конечно, плавает много, даже не похоже, не капуста, это какие-то... Наверное, это селери, наверное, да? Да, сельдерей, да. Это сельдерей плавает. А сельдерей, морковка, и даже картошки нет. Или есть картошка? Нет, это обочной сон с томатом и сахаром. Ну, боже, да. Значит, надо было брать в Антон и не ошибешься. Нет. Ну, я еще пару ложек съем. Я ведь почему его убрал, друзья. Чтобы нашим зрителям рассказать... Да ладно тебе, ты любишь борщ. Я люблю борщ, но... Но ты любишь домашний борщ, а не такой. А это картошка, наверное, да? Да. Друзья, наконец-то нашелся кусочек картошки, маленький. Маленький. Он такой здоровый, я всегда мелко нарезаю. Это картошка, но она так пропитана кистосладким соусом, который они называют борщем. Да, это морковка. Сейчас попробуем морковь. Я вообще не люблю, когда в супе все большими кусками. Получается, что это не суп, где должна быть смесь, а просто куски чего-то. Да. В общем, друзья, если хотите русский борщ, не хотите, но украинский, да, правильно, украинский. Русский, да, щеболь, бать. Украинский борщ. Я лично очень доволен, что когда мы со Светой познакомились и создали семью, Света не умела готовить. И я очень рад этому обстоятельству, потому что она научилась готовить у моей мамы. Если бы она научилась у своей мамы, то я бы меньше... Ну, борщ, борщ. Мне вот нравится моей мамы борщ больше. Уже давно мы отошли от ресепта своей мамы уже тысяча разными способами готовить борщ, и все получается вкусно. А мне казалось, как моя мама. Ну, твоя мама заложила основу. Да. Но за 40 лет любая основа претерпевает изменения. Вот это очаровательная курочка, друзья, и у Светы такая же. С такими порциями какие-то риса. С рисом много. Я не представляю, как нормальный человек столько риса скушает. Но вот... Они приезли соевый сонский. Там вообще у них официально, это было с картошечкой жареной. Но Света говорит, давай возьмем с рисом. Ну, взяли с рисом. С рисом менее вредно. А вот, друзья, и бандон-сук. Он в такой большой ложке. Мы его разольем на дверь. Маленький у нас тут есть. Ну, мы будем маленькими ложечками его подъедать. Обычно дают маленькую порцию, а то тут как-то... Не огромные порции какие-то. Да, здесь большие порции, это правда. Вы, друзья, спросите, ну и почем покушали? Ну, пойдем. Ну, хорошо. Друзья, вы видите, на свете такая искрящаяся кофточка. И я хочу сказать, что вспомнил я, вспомнил годы молодые. И вот эту частушку очаровательную, такое, значит, с неба звездочка упала. Прямо, ну, Света, не переживай, прямо милому в штаны. Ничего, что денег мало, лишь бы не было войны. Вот на этой высокой ноте и заканчивается наш поход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова